привет дорогие мои меня зовут артур мы продолжаем проходить с карим последней серии мы попали в эти мерзкие руины поврезали кучу бандитов теперь судя по всему мы попадаем на территорию уже охраняемую штуками то есть бандитов тут уже быть не может значит таки они страшны поэтому я в принципе вообще не беспокоюсь на этот счет так но ты бы еще конечно не мотался из страны в сторону чтобы тебе легче было попасть ладно что у нас здесь сундук пусто тут уже поживились похоже комод комоде у нас 2 мерзкий стакан спали так ладно тут они повырезали бандитов в конце предыдущей серии а мы двигаемся дальше хотя у нас там еще что то есть ну ладно вообще насколько я понял в этих руинах ничего особо хорошего в плане заработка нас не ждет поэтому так уж по-быстрому проходим просто чтобы удостоверить что тут нас не ждало что-то это какой-то новый паук таких я вроде еще не видел чтоб током шарашили так что здесь сундук возможно сундука нет и тут руины все заброшено так точно ну да ладно нужно ли мне вскрывать да там у нас сундук есть поэтому желательно бы вот так отлично сундучок которым у нас в принципе не скажу что-то хорошее блин но она весит конечно как холодильник на себе носить и стоит всего 400 да нет мне пока денег хватает у меня 25 тысяч я даже не знаю куда мне их тратить то есть если встречу какого-нибудь учителя вкачаю какой нибудь навык но пока что мне в принципе всего хватает ладно вы мне не по уровню ждем очередного резкого скачка сложности пока что наслаждаемся жизнью как говорить где-то он думаю я будет сейчас у 34 где-то уровня на 37 наверно резко станет все гораздо сложнее потом уровне на 42 станет опять легко уже замечен неоднократно так то что там внизу страж но я не особо боюсь шо ж поделаешь шо так ночью какой-то я не знаю блин не особо разнообразная подземелье и часов тут нету так что надеюсь мы поскорее отсюда выберемся сейчас конечно запросто может оказаться что еще фалмеров встретим только фалмеров не хватало фалмерские сферы не пугает наше оружие это хорошо по идее еще не хватало за сферами гоняться так что это где это похоже нас ждет небольшая головоломка что но интересно девка пляшет по четыре штуки в ряд так ну допустим ладно и чё дальше входы никакого я так понимаю нет что мы можем отсюда почерпнуть хорошего блин так сядем поудобнее и маленько по раскинем мозгами только не как зомби в зомби фильмах раскидывает мозгами а именно попытаемся подумать что если если мы сохранимся сохранимся вот тут и попробуем вот эту штуку на них блин ты чтоб ты не слезал с этой трубы ну конечно это явно не предусмотрено и нырненько здесь есть более такое красивое решение но почему бы нет 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 к сожалению она летает чисто по горизонтали и вверх вниз не летает так подожди что что делать то возможно не бесцельно смотри да сейчас я открою и так блин опять замануха какая-то так хорошо что то вроде что то вроде получается гранат золото ох уже какая то неплохая вещь уже неплохо уже не зря сюда пришли так сундук на мастера сразу сломал отмычку мне блин возможно так отлично камень душ о том заклинание такое у меня есть не он не нужен о о хорошие штуки все уже означает что мы от них не зря сюда приходили блин это не очень хорошо я так понимаю так подожди как же мне туда пройти то у нас больше ничего нет к сожалению еще в мозге у меня получше работали после работы это было бы вообще прекрасно это было бы вообще прекрасно да нет же я делаю неправильно так давай-ка братья открывай ко мне вот так теперь вот так так и значится блин блин блинский чё там открылся да нахрена оно то мне нужно так ладно не буду вас втомлять короче говоря как открою эту дверь продолжим продолжаем как я и говорил вот этот вентиль я его почему-то опять не заметил но долблю я временами шары возможно он просто был неактивен когда я в первый раз подходил к нему но сейчас я смог его повернуть и в итоге у нас открылся последний вот этот пас и эти решетки теперь мы можем пройти дальше мне вообще сдается что такие меры безопасности здесь неспроста возможно здесь нас ждет что-то хорошее хотя судя по всему вот судя по этому подъему нас просто ждет выход на поверхность это печально потому что а глубины ну глубины это другое дело с одной стороны хорошо с другой плохо потому что подземелье какое-то надо сказать рандомное без сюжета без какой-то подоплеки просто ходишь и зачищаешь но при этом как вы знаете двумерские руины они самое любимое место я больше всего люблю в них копаться блях опять фалмеры нот фалмеров я ненавижу как же у меня задолбали а фалмеры самые нелюбимые твари в игре так ты посмотри тут целое подземное море ну море конечно громко сказано но вы поняли о чем я так ладно сохраняемся офигеть конечно каверна просто огромная так ты брать у нас слепой поэтому будем надеяться что не заметишь блеска моих зачарованных мечей зато у тебя слух конечно хороший что есть то есть бывший сородич эльф снежный хотя никакой снежный сказано тоже мне вообще скоро с потрохами сидят фанаты вселенной которые знают каждый год всю историю досконально но я думаю это все таки не история земли реальная какая-то вымышленная поэтому больно этому заморачиваться это в принципе бесполезные знания они в жизни никак не пригодятся поэтому я к ним довольно таки так непосредственно отношусь и честно говоря по барабану все должно быть в миру хорошо слепыши что у нас тут вообще может быть но нам судя по всему вон туда а тут у нас похоже местный кузнец раньше работал а нет ой ненавижу этих тварей они как раз не слепые кстати говоря фу пакость ладно не активируется сундучок амулет амулет Джулианоса увеличит магию на 10 единиц давайте подожди давайте возьмем почему бы и нет как говорится да ножки все таки мочить в этом непонятном не хотелось бы больно уж мутная вода вообще у меня плохие ассоциации этого места с Dark Souls кто играл на PlayStation 3 на Xbox очень хардкорная вещь там спускаешься под землю тоже наподобие вот таких вот руины и там ждут призраки которые убивают с одного из двух ударов поначалу то есть у меня сразу как-то подсознательно очень тут все похоже подсознательно не любовь сразу к этому месту так ничего не нашумели вообще конечно Dark Souls Demon's Souls это по-моему одни из лучших игр за последнее время выходивших на консолях именно такие японские но при этом интересные западным игрокам очень необычные хардкорные вещи в которых сложность такая что натурально любой враг тебя может вырубиться на двух ударов приходится очень много думать игра кстати похожа на oblivion но не тем что надо исследовать мир общей механикой то есть прокачка поиск новых территорий довольно сложная замороченная ролевая система но конечно все таки игры совершенно проразны там про зачистку подземелья здесь про исследование мира так ладно а пока я с вами балаболю мы уже зачистили тот зал двигаемся дальше это такое ощущение что храм какой-то так надо сохраниться сейчас f5 нащупа у меня клавиатуры здесь под рукой лежит так ты тут один что ли такой у нас а нет вон еще один внизу один наверху я думаю надо сначала нижнего запилить потом браться за верхнего а он даже не услышал отлично это удачно что страшно 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 надеюсь он подмогу не позовет ну пока посмотрим так ладно позвал подмогу она ему не помогла зубом спрятался блин ну где ты там елки-палки давай вылезай уже мне неспокойно как-то за спиной смотрю петлял да хрен своя давайте на корячках пока поползем тогда да это явно светильщик какой-то так ладно здесь похоже все равно ничего нет вот эти детали когда я спрашивал для чего они могут быть нужны мне пояснили что из них можно их переплавлять в двумерские свитки ой свитки слитки но это как вы понимаете маленько не то да что я хотел то есть ну это маленько тупо вот если бы из них можно было собирать механизмы то есть это же запчасти все разные и по идее какой-нибудь крафтинг умения было бы там ловушки механизмы собирать какие-нибудь арбалеты вот это было бы прикольно а так то попереплавлять слитки это не особо хорошо не особо интересно так ну что один слышу коросы вижу ловушку так надо их спровоцировать я тут да что-то не особо хорошо сработала ловушка надо сказать что-то что-то куда полетел то не надо так корос куда он упетлял наверх что ли найдется бандит бандит бедолага хотя почему бедолага если бы я встретил живого я бы сам запилил как вы знаете у меня с ними не очень хорошее отношение так железная руда золото капучка запас сил неплохо не особо хорошо не особо плохо что ты перестал меня бояться давай ломай меня полностью не смог ты меня ломать так блин пора боже убираться отсюда мне честно говоря начинает надоедать уже подземелье это ничего в нем потому что не происходит это это не очень хорошо фонтанчик и чем-то это еще напоминает в dragon age было подобное подземелье гномское заброшенные руины а ты меня заметил уже так все пацан испугался хорошо теперь у нас там два стрелка ах прям в лоб в лоб сложно сказать скорее всего да тихо хорошо особого сопротивления не встречаем так что у вас здесь здесь у вас сундук уродливый как и все у вас долбаные фалмеры один подъем наверх и второй подъем наверх нам судя по всему вон туда а на сейчас мы пойдем пожалуй а нет мы сюда не пойдем не смогем тогда пойдем сюда присядем потому что сейчас отсюда наверняка кто-нибудь вылупится нет ну ладно да а и это поросль на потолке еще лук так яйца коруса это это я понимаю для чего кнопка нужна сейчас у нас откроется вон там дверь да а ну на время ну ладно так тогда мы сначала посмотрим что у нас так эксперт эксперт это может быть интересно хотя нет в принципе вполне неплохо сундучок с кольцо настоящего лучника во то что нам нужно так тоже хорошо так одежда у нас стоит у нас вообще никакое кольцо не стоит и никакого амулета не стоит ну что ж такое так кольцо настоящего лучника амулет пока вот это тогда наденем раз никакого не стоит я что-то продал наверное все подчистую что за двумерское масло и чего оно нам может понадобиться интересно ну давайте возьмем ладно так сейчас нам надо будет сохраниться и ломиться распрыгнуть я могу могу только главное не убиться бы оп 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 так хорошо хорошо теперь нам нужно маленько пересидеть пока они там тусуют потому что жизнь не так что много блин ну у меня времени полно было или может она вообще все так не на время сложно сказать не буду голословным голословным отходим у нас там довольно серьезный противник ну как серьезно он по крайней мере в отмах идет по большей части это у нас тут все не какущие враги а вот это хоть что-то может нам явно туда ну ладно вполне неплохо больше я так понимаю тут ничего нет да скучное подземелье скучное скучное а тут судя по всему мы уже опять с механизмами столкнемся блин ну а это похоже выхода или нет превратное помещение сложно сказать сложно о какие люди в голливуде один тут такой мастер еще ты пока дойдешь до меня тебе уже нехорошо станет мастер понимаешь ну а по крайней мере что-то это уже интересно так ладно кто папа завалил кто папа завалил но ма доедрическая стрела хорошо рубин великий камень душ чем ее вообще взял давайте его съедим она же наверняка машинная Машинная. Так, тут ничего. Интересно, а здесь вот так вот на вкус пробуя все, даже очевидно несъедобное, можно травануться вообще, нет? У вас нет нужного предмета. Неужели тут опять какая-то квестовая локация? Не знаю. Нужный предмет. И какой предмет нужный? Так, малахит мне не нужен. Сорфир пригодится. Это тоже. И бонитовые сапоги. Красивые, конечно, но они тяжелые, зачем они мне? Да тут хорошо стоит. Так, ну и все. Похоже, что выход. Интересная такая скульптурка. Ага. Как я по-вашему отсюда? Буду выбираться. А, вот. Это все хорошо. Где я теперь нахожусь? Тут я зашел, тут я вышел. Вот, нормально. В принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Дальше по пути следования отправимся завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok